Друзья мои, всем привет! Подошел к своему логическому завершению очередной проект ремонт ванной комнаты под ключ и сейчас я хочу вам его показать для начала хочу сказать что ремонт был выполнен плиткой серии понтон купленный в городе Набережной Челны в магазине Леруа Мерлен все материалы, которые были использованы в данном проекте практически все за исключением некоторых моментов были приобретены в этом же магазине итак, начиная обзор, хочу заметить то, что плитка, которая была использована на данном объекте как я уже говорил ранее, была приобретена в магазине Леруа Мерлен города Набережной Челны но, как вы видите, что эта плитка имеет геометрические формы то есть такие вот квадратики, ромики, прямоугольники то, используя данную плитку нужно было заранее позаботиться о том, чтобы стены у нас в нашей ванной комнате были идеально ровные иначе, если бы мы этого не сделали изначально то получили бы не очень хороший результат который бы явно не удовлетворил моих заказчиков поэтому, используя данную плитку я заранее выровнул все стены задал геометрию данной комнаты и уже после получил вот такой вот красивый, шикарный результат ванна в этой ванной комнате идет размером 170 на 70 сделана она под плитку нет геометических бордюров, которые я использовал ранее потому что стены, которые я выравниваю в этой ванной комнате сразу сделал в размер этой ванны чтобы можно было просто установить ванну подойти к ней плиткой так, смеситель фирмы АМПМ переделанный под работу с тропическим душем то есть через дивертер но более подробно я об этом не буду рассказывать потому что относительно этого смесителя я сделал отдельное видео то есть вы можете зайти на канал посмотреть это видео это будет интересно у него есть своя лейка и отдельная лейка тропического душа которая находится на потолке кстати, потолок у нас здесь натяжной белый клянец по потолку расположены 4 источечных светильника которые обеспечивают освещение всей этой комнаты под ванной я не стал использовать экран я установил экран раздвижной который обеспечивает доступ под ванну потому что так как ванная маленькая и местах немало нужно хранить где-нибудь из тазики тряпки поэтому такой вот экран удобный для тех кто хранит эти вещи под ванной ну а тех кто не любит конечно может взять родной экран от этой ванны и закрыть это все наглухо но тогда вы теряете доступ к сифону который находится вон там под ванной и путем открывания этих дверей мы можем спокойно наблюдать за тем что происходит под ванной кстати здесь сифон полуавтомат то есть можно крутить открывать и закрывать сифон удобно для тех кто не любит нагибаться ну и само собой нету никаких дополнительных цепочек которые бы висели и портили внешний вид все скрыто все находится за ванной так ну что же работу смесителя сейчас я вам продемонстрирую чем удобна такая переделка под тропический душ то что тропический душ вы можете расположить в любом месте над ванной либо посередине либо сбоку и дополнительно у вас нет никакой штанги которая бы по ходу эксплуатации начинала пачкаться поэтому и такая переделка мне кажется наиболее эффективная удобная и практичная если кому-то эта идея нравится то ставьте плюсик или пальчик вверх так далее смесители как бы я уже говорил фирма IMPM два стаканчика стаканчик для зубных щеток и здесь вот стаканчик даже не стаканчик а тарелочка для мыла фирма Quadro зеркало это у нас приобреталось также в магазине Leroy Merlin всем привет это уже готовый вариант с подсветкой здесь имеется вот отдельный вот датчик который отключает и включает свет кстати этот светильник это зеркало работает отдельно от основного света то есть заходя в комнату вечером утром можно только нажав на эту кнопочку включить свет и освещение в данной комнате просто не будет резать глаза полотенцесушитель здесь лесенка с боковым подводом то есть она подключается через стену так размер 60 на 80 вот такой вот обильный большой полотенцесушитель для того чтобы можно было здесь сушить все что угодно от полотенец до носков но уже не буду дальше перечислять все его регалии то что можно на нем на то что можно на него повесить так ну а здесь вот в углу такая вот полочка трехуровневая для того чтобы можно было как вы видите ставить на него шампунь мыло также можно повесить на него мочалки если поставить дополнительно крючок ну и с этой стороны логично было поставить крючки для того чтобы вешать сюда полотенца потому что других мест в ванной комнате здесь просто нет а в этом углу у нас вот такая вот громоздкая стиральная машина которая стоит и занимает очень большое место ну так как ванна у нас маленькая и квартира небольшая то другого места для этой стиральной машины просто не нашлось вот такой вот ремонт в ванной комнате который здесь я сделал ладно ванна завершена пойдемте в туалет ну туалет у нас по классике тоже в таком же стиле как обычно гигиенистский душ находится возле туалета гигиенистский душ фирмы аросинка квадратный такой формы чтобы она сочетался с сочетанием нашей кнопки кнопка у нас и унитаз фирмы церсонит а фирмы церсонит в общем это комплект 3 в 1 кнопка унитаз инсталляция ну и сидушка получается 4 в 1 тоже из магазина Leroy Merlin недорогая модель цена в общем меняется поэтому смысла говорить о ней я думаю нет многие конечно сомневаются о том что ее можно устанавливать на длительный срок но как бы за то время сколько я этих унитаз уже поставил пока проблем не было так ну и ёршик возле унитаза и вот аппровизированный держатель для туалетной бумаги также освежитель воздуха и мыло будет находиться здесь так ну и вот у нас люк скрытого монтажа пока он еще не засиликонен сейчас я это сделаю и на этом завершится ремонт в данном помещении ну и на потолке естественно натяжной потолок два точечных светильника и вентиляция вентиляция здесь принудительная которая автоматически высасывает воздух из туалета и из ванны имеется отдельный выключатель так ну здесь у нас ряд выключателей здесь розетка здесь коридорный выключатель здесь выключатель на ванну выключатель на туалет и выключатель на вентилятор принудительный Так, ну и такая же серия Pantone. По классике все идет, раскладка везде практически одинаковая, серенький, абстракция, два беленьких абстракции, опять два сереньких. Ну и также плитка керамогранит использовалась из другой серии, размером 30х60, ну она абсолютно похожа на эту плитку 30х60, поэтому именно эту плитку мы подбирали. Своя родная, она вроде бы квадратная, но не очень она понравилась нам, поэтому использовали данную плитку в этой работе. Ну что ж, по поводу гигиенического душа, работает все абсолютно так же, как и все остальные гигиенические души. Открываем воду, задаем нужную нам температуру и пользуемся. Потом опять перекрываем воду, скидываем давление, почему-то не все это делают, забывают, наверное, может быть просто не знают. Скидываем давление и все, пожалуйста, вот он гигиенический душ, главное не забывать закрывать воду. При использовании обратных клапанов, конечно, это ничего страшного, но многие люди, многие мастера не ставят обратный клапан и при открывании этого кранчика идет смещение и вместо холодной у людей иногда идет горячая вода из крана, либо наоборот, у кого давление больше. Работу данной системы унитаза я дома показывать не надо, все происходит как обычно. Смыв, два режима, маленький и большой, то есть здесь определенное количество воды, здесь немножко побольше. Здесь у нас люк скрытый монтажер, нажимаем, открываем и за ним у нас бойлер фирмы Арестон на 50 литров. Ну, в общем, тут тоже щетчики, краны обратные, клапана, ну, все, что я обычно устанавливаю в шахте за дверкой. Ну, тут также теперь уже и склад всяких предметов личной гигиены, ну и также предметов чистки. Да, швабра, в общем, лежит. Кстати, шумоизоляция конвенционной трубы тоже была сделана. Отдельное видео по этому поводу тоже будет на канале Перестройка 116. Ну, что ж, ладно, завершаем свой обзор, завершаем эту работу, показ данной работы. Ну, думаю, все понятно, все ясно. Ну, что ж, друзья, на этом все. На этом я завершил свой обзор, показал вам очередной свой проект, очередную свою работу. Теперь вы можете ее оценить пальчик вверх. Если вам что-то было непонятно или что-то вы хотели бы изменить в данной работе, ну, естественно, в этой данной работе уже ничего меняться не будет, просто на будущее, если вы хотели мне что-нибудь посоветовать или порекомендовать, то пишите об этом в комментариях. Ну и что, ждите новых проектов, ждите новых видео. Включайте колокольчик, подписывайтесь на канал и будем дружить. Всем пока, до новых встреч на новых видео. С вами был, как всегда, Ленар Забыл. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok